Мы хотим быть присутствием, чтобы вам ничего не подкинули туда. Да, которые сели за руль, которые сели за руль, украли автомобиль. Вы когда-нибудь слышали, что в центре Киева, в центре Киева, 4,5 часа не могла... Подожди меня, услыши меня. 4,5 часа не может до центра Киева доехать оперативно-следственная группа. Слышали? Где? Украла машину? Так доезжают обычно, что ли? Вы что, ребята, одурели или что? Мы заходили сюда, нас вышлили отсюда. Какие жалобы писать? Кому писать? А вам кого писать или кому писать? Маши коллеги спочатку украли водителя, вместе с всеми документами. Клоуни мне. А теперь вы скажете, покажите, пожалуйста, документы на машину. Ну что ты дивишься, выкидавте меня звуки. Ты не полицейский, ты просто охоронец. Ты маешься это понимать. Ты охороняешь просто автобазу. И ты у своих батьков, и своих детей... Как тебя звать? Как тебя звать? Я не шановный тебе. Так ты, да, ты как гражданин Украины, разом со своими друзьями, вкрав машину, яка даёт возможность іншим людям висловливать свою думку. Про тебя Аваков не вспомнит, когда он будет сваливаться на частном самолёте, на тебя ему будет наплевать. Наплевать на тебя будет. Ты знаешь, это хорошо? Ты знаешь, тебе не стыдно? Из-за твоего министра, из-за ваших действий. Проститутка в Европе зарабатывает больше, чем ты за один год. К сожалению, больше, чем полицейские в Украине. Мы же сюда приехали, ворота открыты были. Мы заходили и нас отсюда вышвырнули, несмотря на то, что нашу машину украли. Я не нам ничего рассказываю. Не было никаких проблем, если ты заходишь. Просто выкинули нас, как кошеня. Не было. Мы заехали сюда. Ворота открыты были в таван. А где Юрий? У вас только машина заехала. Вам не стыдно, ребята? Вот серьёзно. Если следующий раз здесь приедет несколько тысяч человек и порвёт их всех, и всё. Это этим закончится, понимаете? И всё. Что сделаешь? Порвёт. И вас. Прикуп, да. Прикуп порвёт. Из-за Авакова, из-за того, что вы выполняете наказы тех людей, которые вас оборвывают, ребята. Если вы снимаете, общаетесь нормально. Что значит общаетесь нормально? Вы не воруете машины. Вы не совершаете уголовное преступление. У меня 16 лет стажа больше, чем у тебя. Я тебя не угрожаю. Я тебя предупреждаю. Предупреждаю тебя, что народ придёт и вас порвёт, если вы без петельа будете заниматься. Потому что когда власть, когда вы занимаетесь. Воруйте машину. Кто её ворвал? Вы, ваши работники. Да. У вас здесь написано. Работники ваши. Тогда выведи этого, который вас не воровал. А я что, вся полиция? Ты представитель полиции. Зайди, выведи гора тогда. Зайди, выведи тогда его отсюда. Выведи его. Тот кого, который ворвал. Общайтесь. Ребята, общайтесь нормально. Нормально с тобой общаюсь. Ты ненормально в общении не видел? Не видел пока ещё? У вас есть надписка на полиция. Наши машину украли. Разговаривайте один. Хотите поговорить? Поговорите нормально. Почему вы набрасываете? Нормально. Давай завтра. Давай завтра. Давай завтра. Выступи на сцену и объясни. Когда будет 50 тысяч киевлян. Объясни, что ты сделал сегодня и твои друзья тогда. Хватит на это кишка тонка? Выступи завтра и скажи, что я украл машину, потому что мне дал козивку Аваков. И мне насрать. Скажи этим людям. Наплевать, что вы будете завтра делать на мирной акции. Ты на это способен? Готов на это? Давай завтра на сцену тебя выведут. Разговариваем вообще о разных вещах. О каких разных вещах? Эта аппаратура нужна для того, чтобы люди завтра выступали. Против тех людей, которые вас оборвывают. Вы не понимаете, насколько сейчас ситуация в стране. напряженная. И насколько вы способствуете тому, вы просто не понимаете. На том, что в нашей стране эта ситуация не разрешает. Без того, чтобы спокойно провести забытие. Сколько лет Аваков досидит? Сколько лет Порошенко досидит? Как ты думаешь? Он про тебя вспомнит вообще? Он тебя знает вообще? Он о тебе будет думать, когда на частном самолете будет улетать? Как ты думаешь? Я не знаю. Он не представляет. На Мальдивы, когда будет сваливать или в Лондон. Он тебя будет вспомнить? Это ваши коллеги. Не знаю. Не знаю, что ли? Я думаю, что нет. Я уверен, что нет. Я понимаю, что вы в ризах подростков. На Европейской площади. На Кулинах. 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 Ребята, кто совершил уголовное преступление? Кто угнал частную властницу? Автомобиль? Они его такороняют. Ваш коллега какой-нибудь? Ваш коллега? За кермом все и угнал. Наш коллега? Да. Вы бачили? Да. Вы лично бачили, что наш працівник полиции все за кермом и угнал? Да, да, да. И угнал. Больше того, в супроводе полиции. Да. За сприяние полиции. То есть за кермом данного автомобиля был працівник полиции? Да, да, да. Что сприяли. Вы выкрадені цього автомобиля працівники полиции. Ребята, наступить время. Наступить время. Наступить время, когда ваши руководители свалят на частных самолетах. И наплевать абсолютно на вас. Наступить время, когда у нас в Украине начнут хорошо жить. Свалят всякие нехорошие люди. Да. Я даже буду побачиваться. Да. Аваков свалят, Порошенко свалят. Я приеду сюда, непонятно ніхто, я начинаю здесь рассказывать. Ага, понятно. Понятно. Это вы меня эти имеете ввиду? Нет, я просто говорю. Да. Аваков это достойный человек, да? Порошенко это достойный человек. Вас не оборвывает, значит. Президент Украины выбрал, кто громадян на Украине выбрал. Значит, не достойный? Бух, подчекайте. Спроси, спроси, спроси. Спроси. Ты спроси. Давай пройдемся с тобой по улице и спросишь. Вы провели. Спросишь. Спросишь. Почекай. Добрый. Я вам не повелся. Вы громадянин Украины, значит, он не достойный? Я громадянин Украины, я украинец. Так. Когда его выбрали, так вважали. И мы тоже за него голосовали. О, бачите, вы же сами за него голосовали. И мы тоже за него голосовали. Вы довольны вашей жизнью и зарплатой? А он нас всех обманул. Обманул. И вас в первую очередь. Вин ваш головком не пробовал. Вы вашей зарплатой довольны? И вашими социальными условиями? Да. Хорошо живете? Я? Я довольна? Я? Почему? Не. Не. Вы, как працовники, довольны? Хватает? Хватает? Это моя личная жизнь. И я вам не обязан повидать, что я довольна своей личной жизнью, что мне не хватает, или нет. Ну, вы довольны, как я понимаю. Да? Вы хорошо живете. Ребята, вы довольны вашей зарплатой? Я думаю, что эти хлопцы глубоко несчастные люди, и они прекрасно все розумеют. Это ваша мнение. Да, это ваша мнение. Есть такая думка? Да. Когда Аваков будет сваливать, ему на вас будет наплевать, ребята, поверьте. Этот случин, это доброе. Да, это наша думка. Они говорят, что их кто-то не дослухался, что они... Да. Это именно этот хлопец. Он говорит, что я неодноразово представлялся, поэтому сейчас не буду уже этого работать. В 37-м году. Он говорит, что кто-то его отштовкнул, забрали автомобиль. В 37-м году. В Польше в Макдональдсе зарабатывает человек, который гамбургеры делает больше, чем наш полицейский, понимаешь? В 37-м году. Да, к сожалению, к сожалению. И те, кто расстреливали, тоже сказали, что это наша работа. Да. И я вы... Я слышал, что я сказал, что я кого-то расстреливаю. Нет, нет. Вы сказали, что когда вы все свалите, меня имейте в виду, да, из Украины, нам заживется лучше. Вы слышали, что я сказал, что вы свалите? Вы не сказали, вы? Нет, вы не сказали. Значит, я вам мешаю, я вам мешаю, получается, нормально жить. Это я вас оборвываю. Вы слышали, что я сказал, что вы мне... Вы имели в виду, вы имели в виду. Это вы спросите у вашего начальника, откуда у его сына рейндж-ровар 18-го года. Спросите, пожалуйста, его, откуда. У его начальника спросите? Да, Авакова. Откуда у него? У вашего сына есть рейндж-ровар 18-го года, последний выпуск? У меня не буду говорить, кто у меня, дочь или сын. Ну, у дочери или сына, у детей есть рейндж-ровар 18-го года? В декларацию зайдете и посмотрите. Не, ну я вас спрашиваю, я же даже ваши фамилии же даже не знаю, да? Вы можете себе позволить рейндж-ровар 18-го года? Можете? Вилу, вилу я в Италии, можете позволить себе? Я себе не могу. Да, я тоже не могу. Я тоже не могу. А почему тогда ваш министр может дозволить? У него спросите, где он взял эти деньги и почему? Да, да, я с вами обсуждаю, потому что когда он на эту вилу поедет, вот сегодня, когда вы выполняете злочинный наказ, ему до вас будет наплевать, ребята. Я еще раз говорю. Понимаете? Мне стыдно, что проститутка в Европе зарабатывает больше, чем у нас годовая зарплата полицейского. Мне стыдно за это, понимаете? Реально стыдно. И мы за это сражаемся, завтра будем сражаться, чтобы вы жили достойно. И посмотрите нашу историю. Сколько зарабатывали у нас полицейские, как они жили. И как мы за них стояли до конца. Но вот в этом они не участвовали. Как же вас так хорошо зарабатывали, жили процентники полиции, что на бывшего президента даже державы криминальную справу порушили. Кто порушил? Криминальную справу порушил акционер Газпрома по фамилии Иванишвили, олигарх российский. Да, он порушил. А полицейские будут встречаться, такие полицейские, как вы? Вы это увидите рано или поздно. Как они будут его встречать? В своей державе наведите порядок. Я гражданин Украины. Да. Вы просто говорите, что вы в своей державе. Я в той державе, где я работал, я сравниваю, что у конститутки не было больше зарплаты, чем у полицейского. Каждый, пускай в своей державе наводит порядок. Я навожу порядок моей державе Украины. Я гражданин Украины. Вы имеете претензии к этому всему? Я не имею претензии. Мне кажется, что вы имеете. Вы офицер? Я? Да. Не, я сержант. Сержант. А, ну понятно. Мы же там русские. Это не человек, да? Вы все. Понятен уровень подготовки. Мы слышим, мы слышим, как вы говорите. Все неоправно. Я услышал вас. Сержант это не человек. Почему? Когда у вас... Это человек. На это намекали. Когда, когда, уважаемый сержант, когда вас будут вызывать на допрос, кто же украл этот автобус сегодня, да? Вы будете готовы отвечать. Хорошо? Хорошо. Я вам гарантирую, что вас будут вызывать. Хорошо. Хорошо. Какой пресс-центр? Какой пресс-центр? Какую чушку сейчас рассказываете, вы скажете? Какой пресс-центр? Какой пресс-центр? Меня не интересует пресс-центр фейсбука Авакова или Антон Герашенко. Не интересует. Меня интересует, кто украл наш автобус сегодня. Какой автобус украли? Вы говорили машину, уже автобус украли. Машину. Машину. Вы только что-то не цепляетесь от Дусли. То есть до наших не вычепляетесь, а мы до вас не цепляем. Грузовик. Ты только что меня отправлял в Грузию. Только что отправлял в Грузию. Что мне не цепляться сейчас? Да. Потому что вы на вы порядок в своей державе. Это ваши слова были. Да. И что? Каждый пускай разбирает свои державы. Я разбираю сейчас свои державы. И мы разбираемся в свои державы. Будут выборы, законы. Правда? На наворованные деньги. У вас наворованные деньги. Он с твоего кармана еще наворует деньги. И на наворованные деньги выиграет эти выборы. И будет тебе давать злочинные наказы, дорогой мой. И ты будешь жить. Бедно, опять же. Потому что ты стоишь на неправильной стороне. Можно я вам сейчас расскажу? Мы сейчас на месте злочиня вы про выборы говорите. Можно я что-то скажу вам, да? Дивите. В усих краях, окрім выборов, есть еще також массовые протести в виде народного выявления. Вернее, что, на пакет. Массовое народное выявление в виде масовых протестов. Румыния. Это происходит тогда, когда в державе что-то не так. И не ждут этих выборов. Всегда есть политическая реакция влады. В виде принятий или не принятий законов. Можно я закончу? Давайте. Да. Как правило, нормальные политики идут в отставку. Або изменяют уряды. Або оглашают перевиборы. Это не правда, что выключно за рахунок выборов можно изменять состояние в стране. Потому что выборы можно фальсифицировать. Зато мобой таких прекрасных хлопцев, как вы, сержантов, солдат, офицеров. Так им же будет данная указка фальсифицировать? Им же будет данная указка. Мы бюлетене. Мы ходящие бюлетене. Мы выходим и говорим, что в стране что-то не так. А вы нам не даете этого возможности сделать. Я вам запрещаю это? Да, да. Вы спевучастник. Вы спевучастник. Вы спевучастник. Вы спевучастник. Были нормальные правила в этой стране. Чтобы не было олигархи. Вот я их и выполнил. Вы не даете нам выполнять. А вы нам не даете этого делать. Я вам объясню. Ребята, вы знаете, до чего... Сколько сейчас один? Вы знаете, до чего вы допрыгаетесь? Завтра здесь придет несколько десятков тысяч человек. Войдут сюда и заберут эту технику. Вы знаете, что такое фарисейство? Это подвольные стандарты. То, что вы говорите, это подвольные стандарты. Потому что у нас митинг завтра о 12-й године подана официальная заявка зареєстрована Киевской межской административной административной. Я вам еще раз говорю. Вы хотите зараз, в 12-й ночи, зайти на объект потому что сюда и вкрали нашу машину. Да! Подожите, пожалуйста, что это ваша... Так, следственная группа заехала туда. Следственная группа заехала туда. Ви первоначально сказали, что працанник полиции сел за керами автомобиля заехал сюда. Это ваши слова. Вы особ сильноEN бачите. Теперь так само себе снимите, потому что, когда участвует громадян Украины, который сюда, если он заезжал, скажут, что это он заезжал, а не працанник полиции, то вы тоже могли... Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Вы видели? Подожли. Я видел. Я видел. А ты видел. А ты видел? Я не вижу, что там сидит. А откуда вы заявляете, что там трудно сидит? А почему вы заявляете, что там был працанник полиции? Потому что я видел его. Я сто раз тебе повторяю, сто раз я повторяю или что, сто раз я повторяю или что, повторю сто раз. Видео не было, потому что как шахраи, как вары они украли эту машину просто, не как полицейские. Вы очень хорошо читаете себя Порошенко, пересмыкиванием фактов. Вашему руководству нужно вас увеличить. От сержанта нужно вас увеличить. Вместо злочиня, то есть вылучается доказ, або нет. Можете каким-то? Я вас пытаю, вы же работник полиции. Так это сержант, ну что он скажет? Не, ну чекайте, я обижаюсь. Я не обижаюсь. Я вообще рядовой. Какая проблема? Я рядовой. Я рядовой, не переживайте. Я тоже сержант. Что тут сержант, что он может знать? Так вы только что сказали или так? Ну да, не так сказали. У офицера, видишь, вот такой офицер. Знайдите, будь ласка, офицера и в него запитайте. Да, ясно. Оу. Сколько офицеров нет, а вы же офицер не забываете. Просто смотрите, еще раз. Мы 6 часов ждали следую операционную группу. Там были правоохранители, такие как вы. Мы ждали, что будут какие-то там действия проведены. Что произошло? Какая-то человек, очень похожая в полицейского. Села за кормотой автитки и приехали сюда. Как мы должны реагировать? Я вам еще раз объясню. Я не видел, что работник полиции или схожий, кто сидел за термом. А что вы можете видеть? А кто сидел? Я вам еще раз говорю. Я не знаю. Я не видел, как заехала вкрадена автитка на эту территорию. Не, не видел. Я тут стоял и ждал вас. Пока вы приедете, надо мне задавать глупые вопросы. А вы ж только что сказали, какой водитель был. Рожданский или гражданский. Достойно. 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 Не хватит, а хватит. Скажите, пожалуйста. Достойно. Достойно. Скажите, пожалуйста. Через последнюю часу заезжал на эту территорию вантажный автомобиль? Белый оконный. Я не видел. И где вам такое видно? А откуда вы мне сказали, что не сидел за рулем полицейский тогда? Вам приснилось? Потому что я видел. А вы говорите, что не видели и утверждаете, что там не сидел ни полицейский. И машину не видят? Не видят. А зачем вы тогда стоите здесь? Зачем вы? Мы собрались. Чтобы неведомые люди не пришли на автомобиль. Ой, нет. А что это за объект? Тогда завтра вам придет 10 тысяч украинцев в июля, которые забьют эту машину. Такое вас устраивает? А когда распоряжкаете? Устраивает такое вас? Вы доведете людей для того, что они придут и заберут просто. Вы не знаете, что вы тут. Может быть, может быть. Может быть. Может быть. Давайте мы переверим? Нет-нет. Давайте переверим. Так, может быть, не будет проблем. Может быть, мы повмилились за хопцем? Можно зайти поддетесь? Может быть, мы повмилились? Ну да. Так. Одна людина зайдет. Я один зайду. Я один зайду. Я не имею права вас сюда записать. А что вы имеете право? Вы имеете право, только нас не пускать. Если народного депутата, сейчас мы попросим, который вместе с вами зайдет и осмотрит, что вы и ваши... Я вам не доверяю, вашим друзьям, вы можете туда отбросить оружие, выбухивку, я вам не доверяю, потому что... Вы мне сейчас не подкинете, потому что здесь свидетели, не свидетели. Я вам сломаю руку, если вы мне сейчас не подкинете что-нибудь, я вам гарантирую, если вы мне подкинете наркотики или оружие, я вам гарантирую. Бандитские зии получат отпор от громадскости. А что касается, давай подкидывай мне, давай, попробуй, попробуй, не поговоруй, не поговоруй, не поговоруй, не говори, что ты мне говоришь, я не тыкаю, а что я тебе подкидываю, я тебе говорю, что ты ничего подкинуешь, мне не сможешь. Но я уверен, что в этом автобусе, который там стоит, или грузовике, могут подкинуть. И вы будете за это отвечать, ребята, я вам гарантирую. Друзья, справиться очень печально. Вы просто соучастники. Не ведите себя как менты, ведите себя как полицейские. Вы понимаете, что мы не просто так сюда приехали, мы ехали за вами, мы видели, что машина заехала сюда, вы сейчас охраняете фактически. Ну, преступление и пытаетесь нам помешать провести митинг. Это политическое, фактически, преследование. Так нормальные офицеры, а вы офицер, даже сержант, просто вы, может, не знаете, вы офицер, вы офицер полиции украинской, так не должны себя вести. Пожалуйста, дозвольте хотя бы нашему представнику, мы вам сейчас покажем документы. Когда полиция ведет тебя как ментей, как мусора, ничего в этой стороне не получится. У меня есть документ представителя прессы. У меня есть документ представителя... Да, не Кожегов, да.